здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о молодежной политике но на примере одного конкретного человека который очень много успевает и очень много делает и надеюсь планирует еще очень много многим чем заниматься но прежде всего он является таким лидером да потому что он объединяет очень многих людей что собственно говоря и делает так называемая организация молодежный парламент она есть и в московской области и есть у нас и молодежный парламент люберец в общем обо всем этом мы сегодня будем говорить с андрея дмитриевичем мажугой членом молодежного парламента московской области экспертом управления по работе с молодежью городского круга люберцы напомню что в молодежном парламенте андрей возглавляет комитет по спорту и туризму а если говорить о нашем родном люберецком парламенте молодежном то возглавляет комиссию по спорту патриотизму молодежной политики и волонтерству здравствуйте андрей здравствуйте вот честно говоря обычно так долго мы представляем знаете уже таких штатных людей которые за которыми за плечами которых огромная биография но познакомившись это я еще не мы не поговорили о том чем занимается конкретно андрей очень много всего то есть вы как давно стали таким активным участником молодежной жизни и зачем вам это молодежной общественной деятельностью я занимаюсь с 14 лет мне сейчас 21 7 лет до 7 лет занимаюсь волонтерской общественной деятельностью начиналось это еще со школьного парламента который у нас на территории городского округа люберцы был после чего вступил военно-патриотический клуб воинской дружины которые тоже на территории городского округа люберцы очень сильный хорошо известен и андрей между прочим приходил к нам в программу вспомнил сегодня об этом когда был участником этого за тоником воспитанником этого движения этого патриотического клуба воинская дружина кстати он и так понимаю сейчас восстанавливается но он был сейчас так скажем ушел в инактив то есть особо не занимались и не развивали как я пришел в управление по работе с молодежью и стал ответственный за спорт и патриотизм я его начал обратно восстанавливать чтобы он также активно развивался и жил своей жизнью то есть вернули ему до вдохнули в него новую жизнь хорошо так что еще вот значит в эти 7 лет произошло с вами потому что потому что и спорт тут еще то что вы не слышали это и шахматы да да это и участие ведь клуб патриотический тоже и спорт это много потому что не только вы спортом занимаетесь да и потом получается школьный парламент волонтерство еще до активно наверное школьном парламенте было как раз таки у нас на волонтерство где вы нам выдавали волонтерские книжки за которые волонтерские часы мы получили я получил лично дополнительные баллы при поступлении в институт и после как раз таки этого школьного парламента и военно-патриотического клуба я перешел наш местный молодежный парламент при совете депутатов но уж как-то избирают да я уже второй созыв там первый раз когда я туда пришел там проходили молодежные выборы которые нам делали и предоставляли молодежной территориальной избирательной комиссии и туда я попал не сразу же конечно стал главой комиссии сначала показал себя проявил после чего как раз таки в комиссии самой произошли перевыборы меня назначили там главой комиссии по спорту тогда была только спортивная у нас комиссия в это в люберцах да потом вы еще рванули и московскую область только туда как по с этого года который у нас был 2023 я также переизбрался в молодежный парламент и городского округа люберцы прошел отборочную комиссию которую составлял и замы главы и председатель совет депутатов и также другие депутаты и начальники разных управлений избрался здесь показал себя то что я готовлю дальше работать действовать и после чего подал также документы в молодежный парламент уже московской области но по у нас туда входят председатели а также можно подать документы лично где конкурсная комиссия будет разбирать это и смотреть достоин ты вступить молодежный парламент подмосковью либо нет вот и конкурсная комиссия также вся там проголосовала за меня когда посмотрела мои все награды посмотрела все мои достижения и единогласно они проголосовали меня потом хвалили как раз таки на форуме который у нас был первое заседание молодежного парламента подмосковья и получается у нас и председатель там присутствует и вы да то есть у нас теперь 22 как это 2 2 руки голосования там надо ну здорово один вопрос который обязательно должен сейчас адресовать и потом дальше продолжим я думаю что вы к нему тоже всегда готовы потому что вот прозвучала там фраза что волонтерская книжка и кстати мы тогда еще когда пандемия была в самом разгаре говорили с разными людьми и с теми кто эту волонтерскую деятельность ну скажем так который начиналось до пандемии потом она начала развиваться и так далее я тогда впервые услышал что оказывается да за это можно получить баллы которые помогают при поступлении вот как вы рассчитываете ну вот вы так много уже сделали для себя прежде всего это все-таки для вас какое-то увлечение азарт какой-то молодежный это общественная работа которая вам интересна просто потому что она интересна до дать возможность что-то в чем-то людям помочь той же самой молодежи которая даже ну иногда указать правильные пути направления или все-таки здесь присутствует какой-то персональный собственный интерес заработать еще пару баллов для чего-то нет это мое любимое дело и когда человек занимается своим любимым делом он это делает удовольствие и вот я покажу расскажу на своем личном опыте когда я провожу какие-то мероприятия либо провожу какие-то события я смотрю как рить те же самые ребята молодежь любериц потом восторге от этого мероприятия знаете такое чувство когда на душе тепло становится и тебе хочется наоборот еще больше и больше делать и это полностью втягивает и ты дальше делаешь занимаешься развиваешься и стремишься только к успеху но ведь вам за многим нужно следить потому что вы же не просто там уже не просто молодой человек до который там живет своей стране и просто ну чё там хочет смотрит новости хочет не смотрит новости потому что так как вы работаете в парламенте причем сразу в нескольких и являетесь еще и лидером с точки зрения возглавляете комитет то есть вы о спорте много чего должны знать и не только с точки зрения кто чего где завоевал и не только в люберцах да о том какие тенденции да куда нужно двигаться услышать мнение каких-то ребят которые начинают заниматься чем-то новым вот правильное русло это может быть направить то есть это такая серьезная работа это когда вот в таком юном возрасте все равно вам нужно следить за новостями то чего например даже студентов журналистского факультета очень трудно заставить сделать так как казалось бы ты их главная задача не только за новостями слышать мнение не только жителей городского округа но и молодых жителей у которых всегда очень резкие могут быть до высказывания и еще организовывать целые команды да давайте сделаем то то это вот как вы считаете откуда у вас это честно не могу сказать я вот могу только привести пример то что как раз таки связано своим патриотическим клубом когда я приходил по мне сколько лет назад я туда пришел только воспитанником через несколько лет показывая свои командирские навыки и качества я так сказать застала замком взвода в этом антирическом клубе а по достижении 18 лет как раз когда пришел первый раз молодежный парламент я уже был представителем этого военно-патриотического клуба и все мероприятия которые связаны с военным патриотическим клубом так сказать были на соглашении у меня то есть если хотят попросить чтобы мы провели почетный караул 9 мая 22 июня ночью либо в день вывода войск и день вывода и ввода войск из афганистана около памятника ангела который находится напротив кинотеатра октября точно также спрашивали у меня и спрашивали есть ли возможность если силы вы уже принимали решение вот я всегда говорил что наша программа дает людям возможность вырасти сразу же вот вот запомните обязательно ну давайте вернемся уже а конкретным делам потому что их у вас много и начнем наверно все-таки с выберет сдаст нашего родного региона комиссия напомню по спорту патриотизма молодежной политики и волонтерство давайте пройдемся по этим направлениям тем более что мы люберцы это территория спорта вы тут много говорят сейчас о киберспорте даже на уровне президента российской федерации и есть такое четкое ощущение что появилось желание в киберспорте ну во первых мы и так неплохо в нем показываем себя даже в недружеских странах где еще проходят какие-то такие мероприятия вот действительно киберспорт сегодня востребованная история вот в этом направлении что у нас в люберцах происходит очень сильно востребован я на территории городского округа люберцы провел уже связаны с киберспортом три мероприятия два из них на соревнования по двум разным играм и один открытый диалог на территории нашего парка во время дня города люберцы куда позвал бывшего президента федерации компьютерного спорта россии горбаченко александра который рассказал полностью и показал саму федерацию компьютерного спорта и сам киберспорт с обратной стороны как на самом деле тяжело проводить и организовывать эти соревнования и чтобы всем нравилось и все были довольны это все по-настоящему да тут такая же серьезная работа такой же серьезный подход как и все остальное то что да некоторые до сих пор думаю жога киберспорт ну за сели поиграли там посмеялись и все а на самом деле это серьезная история мало того ведь киберспорт как я понимаю это вот сейчас много говорят об искусственном интеллекте да а ведь это тоже такая связь между реальным человеком и нереальным то есть нужно остаться даже в виртуальной реальности остаться реальным это очень сложно да но тем не менее это интересно и это вводит наверное от пустой игромании такой до людей когда есть как другая задача правильно поняли смотрите очень интересная тема как раз таки для обсуждения с точки зрения всего спорта киберспорта и образования есть правильные видеоигры есть неправильные так скажем даже федерации компьютерного спорта россии выдвинула свой список рекомендуемых игр которые желательно играть и есть черный список есть черный список который наоборот пропагандирует зло и пропагандирует плохой образ жизни а кто решает где в каком списке быть у них есть и студенческий совет федерации компьютерного спорта россии и также есть свой совет или из региональных отделений на данный момент в этот список входит порядка 20 игр которые как раз таки помогают стратегически и тактически подходить к даже к реальности то есть ты там нарабатываешь навыки стратегии нарабатываешь навыки тактики также там присутствуют в этом списке компьютерные шахматы компьютерные настольные игры которые тебе наоборот дают все вообразить представить перенести потом в реальную жизнь свои знания умения и подхода понятно сейчас делаем небольшую паузу потому что на очень интересном моменте мы остановились потому что он мне кажется интересен всем и даже тем взрослым людям которые интернетом пользуются может быть только потому что иногда нужно пользоваться важно понимать что мы от этого никуда не уйдем и вот это киберспорт и такая ну вообще было когда такое слово кибернетика которого то его ругали то хвалили в общем по-разному а теперь вот такой киберспорт новое слово но важно понять одно что мы все равно связаны сейчас с этим электронным миром если действительно правильно пользоваться то будущие поколения будут жить несколько иначе чем мы сегодня делаем здесь паузу и продолжим через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог андрей дмитриевич мажуга здесь у нас гостях член молодежного парламента московской области на что член молодежного парламента городского круга люберцы и мы вот сейчас говорим о люберецком так скажем его люберецкой работе где он возглавляет комиссию по спорту патриотизму молодежной политики и волонтерству вот заканчивая тему значит киберспорта я так понимаю что здесь много сейчас новых идей и молодежь даже самая маленькая тебе серьезно интересуются и вы идете в школу и так понимаю да сейчас у меня больше направленность на вузы и техникумы которые находятся у нас на территории городского округа люберца средняя и выше да я провожу с ним открытые диалоги где как раз таки изучая идеологию когда вы изучаю и собираю статистику что интересно какие игры интересны нас в городском округе люберцы так как раз таки я проводил уже два соревнования в прошлом году в апреле в октябре месяце по двум играм одна из них counter strike 2 dota 2 counter strike это направлено больше на военно-стратегическое ответвление а dota 2 это больше стратегия командной работы где пять человек команда сотрудничает работает чтобы обыграть вторую пятерку да тут уже один в поле не воин точно да вот а вы хорошо сами играете да сам играю выступаю на локальных соревнованиях и и в нашем городском округе люберцы когда не я организатор и также выступая на разных муниципальных соревнованиях других городах московской области чтобы играющий тренер теперь можно сказать какие планы тогда завершая тему киберспорта в этом году будут какие-то большие соревнования или или ну какие-то другие планы в марте месяце планируется провести региональную соревнования студенческие региональную всероссийскую лигу так как у нас на территории люберец была точка федерации компьютерного спорта московской области сейчас я занимаюсь восстановлением этой федерации и как раз таки скажем первое домашнее задание которое мне поступило от федерации компьютерного спорта россии провести в регионе студенческие киберспортивную лигу где как раз таки должны выбраться лучший вуз который будет представлять московскую область на уже всероссийских соревнованиях вы будете здесь главный по киберспорту да вот видите вот мы еще но можно добавить теперь и глава комитета по киберспорту но тут еще у нас остается патриотизм молодежная политика и волонтерство но волонтерство мы уже обсудили в какой-то степени она слава богу продолжается я так понимаю волонтерский дух никуда не исчез да вот все новые ребята приходят и продолжают в добровольчество все волонтерская книжка тоже работает действительно они могут заработать баллы которые позволят им но это хорошо потому что ну есть такое слово современная мотивация вот которая она так вроде звучит нам каждого своя мотивация может быть кто-то просто по доброте душевной но вот молодежная политика такой сложный термин вот тем более не вы один этим занимаетесь вот что сейчас сегодня одно дело когда взрослые люди но вкладывают в это им всегда хочется же молодежь была правильной она добила себя хорошо девять часов вечера приходила домой ну так далее и тому подобное с другой стороны молодежная политика это какой-то невероятный объем задач которые стоят вот как видите вы и ваши молодые коллеги смотрите получается так что сейчас на территории городского округа люберцы и много организаций молодежных и много представителей их также у нас много ребят которые живут здесь а учиться в москве молок приезжают людо получается так что многие ребята не знают чем занять и как раз таки направление молодежной политики которые сейчас у нас работают очень хорошо мы даем возможность ребятам не заскучать чтобы она всегда была активна активничала проводим для них различные мероприятия совместно с управлением по работе с молодежью и мы занимаемся тем чтобы ребята не стояли на одном месте потому что сейчас моя молодежь юный возраст им всегда хочется каком куда-то стремиться движущих и понятно да и мы это все предоставляем и в разных направлениях как раз таки и волонтерстве и в патриотизме и в спорте и даже вот в киберспорте который сейчас у нас активно развивается ну не могу не вспомнить знаменитый фильм до который потряс всех нас в конце года сейчас уже потихла его популярность по поводу 90-х годов слова пацана да вот и там явно показано но наша скажем так молодость она была такая любопытная иногда приятно посмотреть что оказывается про твою молодость могут снимать какое-то кино вот до одежду даже узнаешь но видно что люди поработали над этим и и никто не ожидал что будет вот такая популярность но с другой стороны этот фильм показал что молодежь сегодня ищет себя да то есть она хочет понять что взять хорошего но кстати плохое иногда берется да но все-таки мы-то за все хорошее из того что было раньше и в прошлом веке так далее и перенести его в нынешнее время вот популярность такого кино и даже пытались обвинить режиссера в том что он романтизирует вот этот вот период вот на уровне художественного слова проходит какие-то встречи с ребятами где что-то вы там обсуждаете что хорошо в том или ином фильме что плохо что надо взять что не надо взять ну отвечу просто мы показываем через волонтерство ребятам что такое добро и что такие что такое добрые поступки и добрые дела когда мы помогаем точечно бабушкам и дедушкам инвалидам которые не могут например выйти сейчас из дома в такие снегопады мы выставляем социальные сети как раз таки можно сказать небольшой отчет то что точно наши волонтеры ребята из разных организаций помогают бабушкам дедушкам инвалидам еще раз повторюсь и показываем что каждый человек который неравнодушный и каждый человек который хочет заниматься каким-то полезным делом может проявить себя вступить любую любую ту иную организацию и также заниматься добрым делом мы показываем также это на открытых диалогах диалогах на равных с теми же самыми участниками и своего который мы проводили уже в прошлом году порядка десяти встреч катаемся как раз с ними по вузам школам техникум и действительно ребята после таких бесед и после таких встреч некоторые подходят и спрашивают как записаться как участвовать и сами приходят либо как минимум подписывается на наш телеграм-канал и участвует уже в дальнейшем просто как участник на наших мероприятиях как участник да можно в хорошем контексте слова соучастник да то есть читает не обязательно там активно принимает участие но по крайней мере где-то лайкнул где-то чет написал и так далее еще один такой вопрос потому что тоже связано с молодежной политикой что как все люди делятся на но условно хороших условно плохих так наверное молодежные движения опять же в самые различные годы существуют так как неформатные да неформальные молодежные организации сюда кстати еще входит и ну непослушные скажем так люди молодые которые больше с полицией общаются дать чем своими на сверстниками вот в этом направлении изучаете ли вы почему некоторая молодежь уходит из хорошего доброго во что-то плохое следите ли вы за этим и если у вас какой-то контакт вот с этой частью молодежных молодежного движения есть как раз таки возвращаясь к военно-патриотическому клубу воинской дружины где у нас было порядка 170 воспитанников на территории городского округа люберцы мы скажем так с комиссии по делам несовершеннолетних сотрудничали и те ребята которые там плохо себя вели либо как-то где-то что-то сделали нехорошие хорошие да мы их брали к себе на тренировки то и с помощью патриотизма вот этой военной подготовки и с помощью командного духа их так сказать обратно перетягивали на добрую нашу позитивную сторону но все равно вы же следите за этим да тем более вы парламент вы наверно знаете о ситуации я так понимаю что и какие-то там цифры к вам приходят по поводу молодежной преступности и так далее потому что этот вопрос такой немаловажный другое дело что вы конечно можете только работать в проект плане профилактики да что называется но знать об этом нужно почему потому что но то есть всегда к сожалению как во взрослом обществе так и в молодежном но мы идем к финалу и возвращаясь к теме центрах которые я так понимаю появятся для активной молодежи что это такое будет ли в этом году скажу точно про кибер класс затрагивая его сейчас на базе техникум экономики права уже скоро времени откроется компьютерный класс для киберспортсменов там будут студенты техникума создавать свои команды которые будут также тренироваться чтобы в дальнейшем выступать за люберцы может быть и за московскую область таких центров планируется несколько чтобы ребята тренировались так как сейчас еще раз повторюсь компьютерный спорт это официальный спорт в россии признан и российская федерация это та страна которая первая признала как раз таки киберспорт официальным спортом мы стараемся регулярно поддерживать и помогать продвигать его на разных уровнях что я здесь в городе помогая продвигая что также в региональном молодежном парламенте чтобы про него не забывали потому что везде и всюду он сейчас развивается очень активно сейчас например помимо киберспорта появилось новое направление фиджитал спорт где наши ребята инзам гавка так скажем участвовали и даже по моему заняли призовое место фиджитал спорт и это наполовину спорт с киберспортом они участвовали по моему баскетболе три на три где сначала они играли на джойстиках на игровой приставке в баскетбол а потом живем а потом уже выходили живьем участвовали и по моему мгав как раз таки это один из первых вузов как раз таки которые продвигали эту инициативу а потом уже дальше помогали и организовывать и сами участвовали получается то что джойстиком не дотянул можно рукой руками сделать или наоборот да можно очень хорошо джойстиком отработать и проиграть в это это очень интересно но не могу в финале не спросить все-таки возвращаясь к теме традиционного спорта это направление очень тоже серьезно но исходя из того сколько у нас тут перебывала всевозможных чемпионов самого разного уровня много соревнований до готовятся в этом году я так думаю да что и в управлении по работе с молодежью что и в молодежном парламенте региональным и в городском мы собираемся провести много различных соревнований направленных на даже не такие популярные виды спорта как например армрестлинг и в прошлом году на день молодежи на кореневском карьере провели соревнования мини-турнир по армрестлингу несмотря на то что вроде бы казалось бы что это не особо такой популярный вид спорта но туда пришло как и спортсмены так и желающие просто попробовать порядка 60 человек и это было даже более мы ожидали более массовые неожиданные мероприятия для нас которые мы особо не планировали мы думали человек 20 будет а по итогу пришло человек 60 и ребята просят также там провести и по пинг-понгу и по тиру потому что это тоже как ас на как ас на не основной но такой второстепенный вид спорта но в любом случае планов громадье и как видите у андрея даже не знаю как вас время хватило к нам сюда прийти вырвать себя из всей этой работы но ясно одно что молодежная структура которая ну слово структуру не очень хорошие вот молодежные лидеры люди которые еще очень молодые уже понимают чего они хотят наверное чего хотелось бы чтобы другие хотели это работает и я так понимаю что и с депутатским корпусом и с администрацией у вас тоже постоянные контакты остается пожелать вам начале только этого года успехов вот приходите к нам еще с новыми успехами с новыми победами но и будем ждать прежде всего конечно же вот это вот самые новинки до киберспорт ну как новинки с точки зрения вот как вы сказали уже официального разрешения будем ждать новых команд и новых побед ну и вам удачи продолжайте так спасибо и андрей дмитриевич мажуга член молодежного парламента московской области и член молодежного парламента городского округа люберец и чек который сейчас будьте так понимаю отвечать за весь киберспорт в городском округе люберца это была программа открытый диалог новый год недавно начинается и продолжается все будет замечательно с вами был николай пивненко всего доброго до свидания округа и Редактор субтитров А.Семкин